Смотрите, белый гуляет. Белый он. Посмотрите, как все расширено. Последняя таблеточка. Ребята, всем привет. Привет, ребят. Смотрите, коробку Лешка вчера собрал. У нас чуть-чуть есть местечко. Прям вот чуть-чуть. Забегу быстренько еще в магазин здесь. И поедем на почту. Давайте Лешуку ротик только протрем. Пойдем. Салют. Салют. О, папа. Наши друзья идут. Да, вот бабушка. А там еще дедушка Коля. Ну что, я опять в нашем магазине? Думаю, сейчас что бы взять. А у меня есть идея. Сейчас посмотрю, какой он будет клач. Какой лучше клач? Лешка стоит. Да закупились мы. Сумочку Томми Хилфигер клач. О, он сейчас положит, да? Что тебе, да? Да, внизу. Пойдем, Зай. Пойдем. Ветер какой. Ты видел, какой таракан? Петька. Огромный. Смотрите, какой сарафанчик. И я смотрю, фирма. Думаю, это что за фирма такая? Made in Indonesia. Мы у папки еще взяли вот такие шортики. Ветер то, что дует получше. Немножко машинку положил в кармашек. А мы приехали на почту. United States Post Office. Это она наша коробочка. Сейчас будем узнавать. По идее, вот 6-10 дней. Large flat rate box. 60 долларов где-то начинается. Летер. Крепный. Сейчас будем заполнять. Нам дали, смотрите, вот такое вот. Если коробка больше 4-х паундов, то отправка идет только приоритимейл. Так что это было дорого стоить. Но ничего. 10 килограмм? Ну или меньше. Да, мне кажется, 10 точно. Немножечко пока открыточки читай, дай. 9 килограмм коробочка есть. Пока я больше заполняла, она все очень быстро так сделает. Чик-чик-чик-чик. 9 килограмм вышло на 128 долларов. И в принципе, ну как, вот считайте. Я написала, что там все вещи юз. Сказали, что примерно доставка даже может быть 5 дней. Это она говорит, ужасная почта в Мексикон. Бай, папа, бай. Папа уехал, говорит, по делам. Кстати, я вам хотела сказать, что у наших соседей, сверху новые соседи, и у них у всех машины. На номерах написано группа аутизм. Ну то есть поддержка там аутистов. Две одинаковые машины прям точь-в-точь стоят. И на обоих написано вот эти вот. На значках, где номер пишется в машине. Поддержка аутистов. А у них часто там каждый день срывы эмоциональные. Я не знаю, у кого там. Либо у детей, либо у взрослых аутизм. Каждый день они, я думаю, потолки нам разобьют или еще что-то. У них еще две собачки. Собачки начинают гавкать, тявкать. Лешка маленький слушает, мама говорит, вуу. Так что вот так вот. Ну это я просто рассказала, что вот у кого здесь аутизм. У них, видите, на номерах прям пишется, потому что, ну, пособие ведь же выделяется. И, соответственно, инвалидное место везде, на парковках, везде. Я Лешку объясняю то, что я говорю, Леш, они когда кричат, то очень громко. Я Лешку объясняю то, что он слышит все, есть же здесь какие стенки, потолки. Я говорю, Леш, это вот есть такие люди, у кого эмоциональные. Но у них это же из эмоций, это все больше. Когда эмоции, неважно какие-то отрицательные, либо положительные, у них начинается вот этот вот. Ну просто эмоциональный взрыв начинается. Ну вот Лешку расскажу, чтобы он понимал и знал, ну, и не пугался просто. Короче, посылку мы отправили, ребят, я так рада. И, если честно, знаете, как будто бы я кусочек души своей отправила, частичку какую-то вложила. Я представляю, что она сейчас полетит на самолете. Она полетела на самолете теперь, в Москву поедет. Мы сейчас будем прогуляемся быстренько. Пойдем. Пойдем, демо. Эй, послушай, не спеши. Блин, так здорово. Я так думаю, вот язык, я же не учу. У меня сейчас настроение даже. Нет язык, чтобы учить сейчас, верьте, теперь очень сильный. А насколько он, представляете, закладывается их речь. То есть мозг уже каждое слово американское принимает отдельно. То есть раньше какая же была. Из 10 слов я не понимаю, допустим, точнее не знаю, 3 слова только. Ну, я стараюсь больше еще ютуберов американских смотреть. Кепка не улетит, не бойся. Главное дело, чтобы ураган к нам не пришел, да, Леша? Ворота. О, стоит. Вы узнали, кто это летает? Ласточка! Я потом вам расскажу про свои татуировки, какие они значения у меня имеют. Когда я их делала, я не просто так делала их. Ребята, кстати, я же переименовала свой канал Ольга Ласточка на латинице решила. Надеюсь, это уже будет последняя моя переименовка канала, потому что звала у Ольга в лоб, это название очень плохо усваивается на слуху. Как вы думаете, куда поехал Лешка? А я не знаю, куда. И мы его ждем теперь. Смотри, Рыжик хочет есть! Блохастый наш. Вчера Блошик поймала вот тут прям, как ее давай давить. А виски чистый. Леш, покажи, как ты стал смеяться. Такой клевый, да? Я вчера до слез смеялась. Посмейся. Теперь у нас магнит какой. Панама! Панама! Ребят, кто вчера подумал, что у меня нет настроения из-за того, что Лешек заболел? Лешек у нас тут, фу, я знаю, просто я верю в него. Он крепкий парень, и он сильно у нас вообще почти не болеет. За полгода первый раз у него сопельки были, температура 1 день 37,3. Потому что если я буду нервничать, переживать, то то, что, ой, у него сопли потекли, что я же буду делать, а? Мать должна быть всегда уверена, да, Леш? В своем ребенке, то, что я ему всегда говорю, ты вылечишься, ты здоровый мальчик. Ему он всегда, да, да, говорит, хорошо, да. Да, да, да. Ну, как сказать, просто поздорованный. Знаете, когда ты переживаешь в жизни какие-то очень сильные, да, ситуации, которые тебя учат жизни, и те диагнозы, которые у нас были, и то, что вот эта температура 37,3, это просто пушинка в большом небе голубом. Поэтому я смотрю на эти вещи уже, знаете, так поверхностно. Ладно, мы будем кушать сейчас. Что я себе сделала на ланч? Кофе и Нутеллу. И Лешуку Нутеллу. Я к чему все говорила? Я говорю, у меня всегда мысли сбиваются, потому что Лешка отвлекает. К тому, что у меня настроение вчера было не из-за того, что прямо у Леши температура такая, там сопельки. Понятное дело, ты переживаешь и расстраиваешься. Но пресняк у меня был из-за того, что тяжело, тяжело жить иммигрантом. Особенно без бабла, когда люди сюда приезжают, продают. Я не знаю, как у других людей, понимаете? Пока человек сам не переживет свою ситуацию, нельзя судить. Я говорю, вот, другие приезжают, там, диры продают. Куда я знаю? Может быть, и не легче. Тоже продать квартиру, там, знаете, все эти деньги здесь растранжирить. Вот это для меня еще больше стресса, чем сидеть здесь просто эконом-вариант. Поехать, например, куда-то, если машины нет, то все. Не на океан. Потому что в Москве была жизнь движуха. Я не знаю, кто живет в Москве, тот поймет. Я 30 лет жила в Москве, и вот эта жизнь движуха, когда я с 18 лет уже работала, училась и тортелась, крутилась. Блин, а тут просто приезжаешь. У нас жизнь настолько хорошая здесь, что даже скучно становится. Я не знаю, как в других городах. Может быть, потому что это Палм-бэй, наш маленький город. А папе переживаю. Это все вместе закопилось. Блин, если честно, Паша, пока ехал, все время волновался. Домашний влог сегодня. Сейчас Лешечка уснул, я сейчас вам буду отвечать на комментарии. А Лешка еще где-то мотается. Где он, я не знаю. Сегодня опять ляжем в 3-4 утра. Ну, а что делать? Больше мотивирует отдачу от подписчиков. Знаете, когда вы пишете комментарии, ставите лайки. То есть я вижу то, что людям нравится, интересно. Мне хочется это все делать, продолжать. Мой мозг требует читать книг. Я обожаю книги читать, но я уже не знаю, когда их читала в последний раз. Но когда-нибудь наступит этот момент. Надеюсь, мне не будет 40 лет, когда этот момент наступит, и я смогу книжку почитать. Жизнь пролетает так быстро, что... Ой-ой-ой. А-а-а-а, я вам не скажу, какой у меня пароль. Какой? 8, 2, 1. Какой, какой? Мысль я пришла. Прочитала ваши комментарии, посмотрела, что у меня под последним видео, где у меня депрессуха, 5 дислайков. Вот люди, вот, конечно, вы странные. Знаете, кто вот ставит дислайки, если вы меня сейчас смотрите? Ну, почему вы ставите дислайк, если вот это моя жизнь, мое мнение, у меня плохое настроение, и вы ставите дислайк? Вы думаете, по жизни идет белая полоса, все так позитивно, круто. Блин, а если я вообще буду лежать там, не знаю, ныть, реветь, плакать, жизнь говно, и вы поставите миллиард дизлайков? Ну, это, конечно, дело каждого, и дизлайк, значит, дизлайк. У кого-то другое мнение, но, ну, это, это Ютуб. На то и есть лайки и дизлайки. Пошли готовить борщ. Так, в ЛО мне идти готовить борщ не надо. Я помню приготовление борща, но я сейчас буду все равно делать по-своему, немножко по-другому, чтобы сделать его чуть-чуть побыстрее. Кстати, в одном из московских влогов у меня уже есть даже рецепт, как я готовлю борщ. Не до борща называется. Охарана. Картошку забросили, тушится лук, сейчас добавим все в мою рукавочку. Камеру в руки. Где-то был так долго. О, поделок он портялся. Вот, открываем биф стил. Это у нас тушенка. Посмотрим, какая она американская тушенка. Не знаю, как получится борщ. А, и тушенка. Хочешь борщ? Конечно хочу, это моя любимая еда. Еще сало и черный хлеб русский. Но здесь, по-моему, было нигде, это надо или в группы ехать. Детям цветы, мужикам колготки. Посолила чуть-чуть борщ, потому что мы соль вообще не добавляем. Супы первое. Вообще никуда соль не добавляю, потому что Лешку соли нельзя. Маленьких чуть-чуть количеств можно. Делаю, что теперь? Перец шельбон тушить. Свеклу достанем. Успеваю все снимать. Сейчас добавила все уже помидорку. Я его сначала в кипятке, помидорки их сначала замочила. Кожуру всю сняли, порезали и закинули. На наш недоборщик положили. Смотрите, свеколка стоила вот столько вот. Два доллара стоила. Сейчас будем ее чистить. Смотрите, что мне это напоминает. Какая свеколка с акси... Фу! Как вы думаете, хватит? Не хватит? Хватит. Там томатная паста вот такая вот. Она здесь стоила где-то 90 центов примерно. Вместо уксуса я возьму лимон. Добавлю лимонную кислоту. Еще добавим сахарку. Не много, а добавлю где-то вот столичку. Еще главный момент, чтобы во время готовки не наступить на кота, на рыжика. Почти последний шаг в давлении борща в Америке. Это у нас капуста. Харакири. То настало время прикладывать свеколку сюда. Привет! Сейчас будет юморок. Знаете, много кто готовит на ютубе каналы другие. Сегодня готовим рагу по-испански. И там такие фотки. Секси-секси, да? Я делал порты, трусы такие у всех. Делаем секси борщ. Легким движением руки брюки превращаются. Сегодня мы будем готовить с вами борщ в Америке. Проходите к нам на ужин на борщ. На самом деле я уже вся мокрая. По-моему, лучок зеленый сразу сейчас подсохнет. Еще варится у нас. Смотрите, какой. Оружный укропчик. Пригодил всем. Тапочки. Ну что, едем играть в балл? Да, опять гуляют здесь. Сент-Хилл. А соседу я хочу, который с кошечками, дать борщ. Ой, серый пришел. Сейчас приедут и вы насыплю покушать. Опять самоубийцы гуляют. А что здесь делают? Может быть детскую площадку, нет? Или для собак. Да. А, и вон, видишь, какашка. Вот смотри, фоткают их, прикинь. Смотри, как близко около человека. Солнышко дай. Еще вот немножко правильно сейчас говорить, что надо нам привыкать к этой американской размере. Здесь она, да, учиться жить. Просто очень тяжело после Москвы поменять такой ритм. Нет, чтобы была жизнь как в Москве, то надо ехать, например, в сам Нью-Йорк или в Вашингтон, снимать квартиру где-нибудь там в черте города. И тогда мы почувствуем тот же ритм. Но зачем? Все мечтают о такой жизни, на самом деле, когда живут в этих вот квартирах. Ну просто, конечно, даже в Москве купить загородный дом будет такая же тухлятина. И еще хуже, будет забор вокруг тебя, и ты будешь сидеть за забором. А мы никак не можем к этому привыкнуть. Ты можешь жить в квартире и почти как в частном доме. Да, и когда есть бассейн. Да. Мамка растолстела, рука уже не пролазит. Как мама занимается? Мы сейчас вспомнили игру, немножечко кидаем. Вот я играла только в круг. Чертишь земля? Я твою. А Леша, танчики еще как-нибудь. Да, и с этим пальцем желаешь, что там один танк есть между этими пальцами, а другой танк. Чеш, сложнее бросок, тем как бы круче техника. За чужую базу, типа, надо победить. Не, у нас не было такого. Закроешь дверьку за собой? Аккуратненько сможешь прикрыть? Корнепка, держись. Опа, как папа ветм проскочил. Hold on. Вон, смотрите, там мужчина идет, собачку на колясочке везет. Честно, я этого не понимаю. С собакой гулять в коляске. Папки играют в баскетбол, а дети там сами бегают. Без ботинок. Телефоны валяются везде, да? Планшетники. Лешка молодец. Они качели поднимают, знаете, друг к другу кидают. А эта качель может отлететь прямо в лицо. То есть, ну, представьте, челюсть разбить. И Лешка подходит мне такой маленький, говорит. Вон, моя, ела, и дай. Так качельку нельзя кидать. Ну, уничка. Опа. Что это? Ну, уже 6.15. Курица и чесночок, он. Ищи мне кофе. Макофе. Что, его нет, что ли? Угу. Есть вот такой вот за 6.38, ка ладно. Вот есть вот такой вот медиум. Взять за 6.38 попробуй такой. Какой? Смотри, есть Данкин Данетт. 2.96, кстати, недорого. Куда же? В афике. Вот такой взялась я кофемейт. Лешка выбирает ошейники, да? Вот эти. Это выбирает убивать блох. Ага. Убивает еще какую-то штуковину. Это яйца, а убивает личинки. Да, экстра плюс. Да, это стоит, наверное, 5 долларов. А, тут за 50 долларов, смотрите. Ошейник, да? Капли. А я от глистов еще. А, это 7.38. Так, здесь 2.21 паунга. Килограмм. Хат, какао. Микс 2.58. А я взяла в Москву еще отправить вот такие. Вот такой вот. Доллар 38, 10 штучек. А, это мейк-блендер, прикинь. У нас блендера здесь нет. А мне всегда было интересно, что это такое вот. С 98 центов. Чиколей пинет баттер. Прикольно. Смотри, наливаешь молоко, трубочку пьешь. Использовать только после 3-х лет. 55 долларов у нас нужно. Посмотрите, как мы едем все вместе. Все, надели. Рыжик начинает. Рыжик, иди ко мне. Сейчас они его кусают, блохи. Он начинает беситься, бегать. Ой, 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 дергается, дергается весь. Мишак, хочу спать, это просто. Олежку тоже хочу спать. Кстати, вы знали, что в Америке вот этот зеленый лук считается отбросом. Они его отрезают и выкидывают, кушают только белое. А мы сейчас будем борщ кушать. Попробуем борщик. Борщик. Это надо снять. У меня что, на камере батарейка села. Смотрите, какой цвет красивый получился. Проба первая. Так, хочу ли так. Unbelievable. Так вкусно, невероятно. Батарейка села, не хватает хлеба. А хлеба черного не хватает. Борщ просто невероятно вкусный. Вот честно, я даже в Москве, мне кажется, не так вкусно делала здесь. Я уже в очках. Я лень засняла, я в очках. Так вижу, так не вижу вас. Пойду я работать сегодня. Боксу поставила. 9 часов 15 минут 10. Сегодня опять, наверное, в 3-4 ляжем. Я монтирую уже 2 часа видео, очень устала. Еще бабки своему позвонили, поболтали чуть-чуть. И уже какую-то тарелку борща ешь? Я не ела. Нам не оставили. Пол кастрюли съел. Сейчас бы еще жареную картошечку, черный хлебушек, сало, порезать кусочками, сало лежало, чесночок. Я уже боюсь, что будет дальше, потому что Лешек маленький очень мало ест. А что бояться? И они вдвоем, как эти, бегут на стол. Ням-ням-ням. А, не дам. Спокойной ночи, потому что у меня больше нет с вами. А у меня все, у меня ночной режим пошел. Сейчас сериальчик, супчик. Мне понравился мой сериал, полицейский. Это мне он сам актерный не нравится. Спокойной ночи всем. Спасибо, что подгоститесь на мой канал. Мы с вами, знаете, сколько добьемся в ютубе, мы с вами потом сделаем корпорацию. Это вам спасибо. Пока. Адьос. Адьос.